Всегда концепция проверяется временем. То есть концепция должна соответствовать тому времени, в котором мы живем. Поэтому из многих концепций выживают лишнемногие, потому что они проверяются многими-многими факторами существования. То есть время не означает конкретное то, что сейчас происходит. Время — это динамика. И если динамика вашей концепции не соответствует динамике времени, то тогда она теряет силу. Можно ее подрихтовать. Вот, допустим, сейчас такая концепция, можно чуть-чуть ее поменять. Если она совпадет с временем, то начинается успех. Допустим, ты изобрел какую-то удивительную булку хлеба, которая просто суперполезная, и она очень вкусная. Те, кто ее съели, просто обезума от нее. Но проблема заключается в том, что люди в основном не верят в том, что ее надо покупать. Ну, потому что она выглядит не так, или что-то в ней не так, как... И, ну, если вы, допустим, меняете что-то в ней, то тогда теряется та жемчужина, ради которой вы сделали эту булку. Ответ такой, нужно жемчужину все-таки сделать похуже, то есть идею сделать похуже, но приблизить ее к современному человеку. Так, чтобы он ее раскусил, понял эту булочку, начал кушать и чувствовать счастье, чтобы люди чувствовали, что она им нужна. А потом их сознание постепенно привести к жемчужине. Ну, то есть нужно спуститься до народа, по-русски сказать, в своей концепции, иначе тогда народ тебя никогда не поймет. А когда ты что-то развиваешь, продвигаешь, то очень важно опираться на энергию Бога, а не на свою алчность и желание иметь успех. Потому что когда человек на волю Бога опирается и хочет понять волю Бога, насколько Богу это нужно, то тогда он входит в самое оптимальное состояние для развития. Но как только человек чувствует победу, вот этот вкус победы начинает им завладевать, он на самом деле терпит поражение. Это знания преподают в боевых искусствах во всех. То есть когда человек сражается, сражение совершает, он должен внимательно следить за своими ощущениями. Если он чувствует уже, ну, как бы, вкус победы, то есть наступление пошло там и так далее, в этот момент надо быть очень внимательным и полагаться на волю Бога, а не на то, что ты уже побеждаешь. Как только вкус победы захватывает человек, в этот момент он терпит поражение. Ну, то есть он теряет концентрацию, бдительность, у него теряется сила воли. То есть все самые хорошие качества, необходимые для победы, они теряются в момент, когда приходит победа. Поэтому этот момент самый опасный для развития. И в это время нужно очень сильно молиться и совершать духовную практику, ну, то есть настраиваться на Бога, а не на успех. Потому что успех — это энергия, испытывающая человека всегда. На самом деле самый лучший успех — это когда ты вообще ничему не удивился. Вот мне понравилось один раз, когда российская команда хоккейная заняла первое место в труднейшей там поединке, интервью брали у хоккеистов в раздевалке и спросили, ну, как бы, как вы относитесь к тому, что вы так удивительно выбили победу? И вот этот хоккеист, он сказал, да, ну, как бы нормально я отношусь, потому что мы много трудились, и победа стала результатом этого труда. То есть его отношение к победе было спокойным, спокойным. Вот это и есть настроение победы. Ну, то есть когда человек, чуя победу, начинает выходить из равновесия, сильно радоваться в этот момент, это указывает на то, что победа уйдёт от него.